Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами разберем тему, если помните, я несколько видео назад задавала вам вопрос, интересно ли, чтобы я рассказала о специфике длины различных изделий для каждого базового типа фигуры. Мы же с вами говорили про вот эти груши, песочные часы. Мы рассмотрим сегодня, потому что очень много запросов по этой теме было. Мы поговорим о том, длина какого изделия, какой должна быть, для какого типа фигуры, с какими особенностями. В общем, давайте стартовать. Основных типов фигуры у нас существует в целом пять. Дальше я должна сразу сделать дисклеймер, что большинство из нас не являются представителями чистого типа фигуры. У каждого из нас есть свои особенности, ввиду которых я обязательно делаю эту оговорку. Большинство из нас не являются чистым типом фигуры, песочные часы, груши и так далее и тому подобное. У кого-то для груши длинноватые ноги, у кого-то для песочных часов более широкая талия или меньшая грудь. В общем, очень много оговорок. Поэтому в целом я советую ориентироваться на типы фигуры только очень вегли, то есть очень легко, понимая некие пропорции, как с ними работать в данном случае. Плюс мы с вами поговорим по длине и как мы что корректируем для каждой особенности. Поэтому если ваша фигура не подпадает четко под некий тип, вы все равно будете понимать, с какими параметрами руководствоваться для того, чтобы, например, выбрать длину юбки, брюк, брюк 7 восьмых. Для всех и одинаковая длина 7 восьмых или нет. Я сразу говорю, что не для всех. В общем, давайте тестовать. Первый из них это песочные часы. Не потому что он самый какой-то идеальный. Я знаю все эти стереотипы о том, что все стремятся к песочным часам. Не обязательно стремиться к песочным часам. Вообще ни к чему не обязательно стремиться. Главное оставаться собой и соблюдать некий баланс в фигуре своей, которая уже есть с вашими природными данными. Вот. Песочные часы. Смотрим для начала на длину рукава, футболки или рубашки с коротким рукавом. Какой она должна быть? Нужно сразу вспоминать некие особенности песочных часов. Так как у нас есть пропорция в виде более объемной груди, обычно, более объемных бедер и узкой талии. Если мы говорим про песочные часы и говорим не про стройный вариант, а говорим про размер, в котором есть уже появляются какие-то видоизменения фигур, размер или выше. Иногда даже при размере М любой объем может именно у типа фигуры песочные часы и людей с достаточно объемной грудью скапливаться в районе верхней части руки. Это значит, что мы с вами должны выбрать такую форму рукава, футболки или рубашки с коротким рукавом и такую длину, чтобы она максимально корректировала вот эту вот некую особенность нашей фигуры, особенность руки. У многих женщин на самом деле вот в этой верхней части руки, когда ты ее сгибаешь при наличии, даже может прястся до лишнего веса, появляются вот такие две складочки, 3, 4, 5 и так далее. В верхней части руки, как только ты прижимаешь к себе, вы на фотографиях это могли заметить, что вдруг оказывается, что у вас рука размера как Кинг-Конг, когда вы прижимаете к себе. Поэтому, если вы видели большинство звезд, например, на фотографиях всегда руки держат на талии, именно потому, что таким образом рука не расплескивается по телу и не становится в 3 раза шире, чем она есть на самом деле. Вот это вот такой секрет. Поэтому для того, чтобы визуально скорректировать этот момент, для данного конкретного типа фигуры мы выбираем длину, которая находится на расстоянии середины от локтя до плеча и прямо посередине мы чертим вот эту вот линию. Ну, это не самая широкая часть, но что самая широкая часть обычно вот в самом верху, прямо в районе подмышки. Именно эту часть мы стремимся прикрыть, плюс еще около полу ладони или ладони расстояния ниже этого, чтобы все внимание отвести от самой широкой части руки. Соответственно, наша идеальная длина рукава – это середина расстояния между локтем и плечом. В принципе, она практически такая для всех. Для девушек, у которых изначально тип фигуры другой, мы еще рассмотрим, она немного разнится и поднимается выше. И формат рукава, который мы выбираем, он более объемный, более стойкий. Я уже в видео, которое рассказывало про футболки, говорила о том, что желательно, чтобы рукав не прилипал к руке, а рука свободно в нем находилась и оставалось еще какое-то пространство воздушное, для того, чтобы визуально на фоне объемного рукава рука оказалась меньше, и рукав должен быть более структурированный и не просто не спадающий. Это раз. Дальше по посадке футболок, рубашек и любого изделия в верхней части, то есть любые топы, свитера. Если мы не говорим про оверсайз, то совершенно универсальный формат. Вы на экране сейчас видите, это формат, где начинается тазобедренная корсточка, но не самая широкая часть бедра, и именно там мы с вами заканчиваем приблизительно футболки, джемпер и так далее. Почему это происходит? Я уже рассказывала о том, что место, на котором вещь заканчивается, не должно быть тем местом, которое является самой широкой частью вашей фигуры. То есть если у вас достаточно широкие бедра, и вы, например, рубашку, ее окончание поставите именно в той части, где самая широкая часть бедра, вы визуально весь акцент туда будете смещать. Нам это в любом случае не нужно, потому что тогда появляется визуальная диспропорция, особенно если та же рубашка не приталенная, а свободная. Вы съедаете самые комплиментарные части вашего тела, плюс окончание недели делаете акцент на той части тела, которую не хотелось бы так активно акцентировать. Соответственно, мы с вами выбираем самый оптимальный вариант, поднять ее чуть-чуть выше, там, где вот сама тазобедренная косточка начинается, вот там ее и заканчиваем. Это для вещей, которые не оверсайз. Если мы говорим про вещи оверсайз, то есть если мы говорим про рубашки, топы, футболки, достаточно объемные, их нужно опустить чуть ниже самой широкой части ваших бедер. Если мы говорим про тип фигуры песочные часы, в принципе, это универсальное правило. Дальше, если мы говорим про шорты или юбки мини, для данного типа фигуры, мы в основном говорим про расстояние между самой широкой частью ягодиц и коленом. Поделенное на два. Именно там для этого типа фигуры, можно даже чуть-чуть сниже, чтобы сместить акцент с широкой части бедер, мы завершаем наши юбки мини и наши шорты. Если мы говорим про шорты классические, более свободные, если мы не говорим про бермуды. Именно тогда фигура будет делиться правильно, никаких вопросов к фигуре не будет. Опять же, большинство этих рекомендаций дается для моментов, когда есть некоторые уже, быть может, вопросы к фигуре или ее пропорции. Если мы говорим про девушку XXS, то чаще всего необходимости коррекции фигуры как таковой, если явных диспропорций нет, то есть очень широких бедер и очень низеньких плечей, например, этого вопроса вообще не стоит. И последний момент. Если мы говорим, допустим, про длину 7,8, то длина 7,8 в виде брюк, это длина еще и миди для юбок и так далее. В нашем случае это длина, которая находится где-то на ладонь выше щиколотки. Практически у всех этих типов фигуры очень важно показать щиколотку, особенно у более форменных, то есть у девушек, у которых больше перепадов и ранжа, например, между бедрами и талией, или больше объема, или перепада этих объемов, нам очень важно показывать самые узкие части тела, чтобы сохранять правильные пропорции фигуры, визуальную фигуру не увеличивать. Даже если мы говорим, например, про фигуру типа S, размер S, если мы визуально все скроем и сакцентируем внимание на самых широких частях тела, мы визуально фигуру будем увеличивать, что чаще всего не является целью ни для кого. Поэтому в данном случае ладонь выше щиколотки, это место, где мы завершаем юбки миди, платье миди, и в том числе длина 7,8 для брюк и джинсов. Идем дальше, и следующий тип фигуры наш это яблоко. У яблока, вопреки расхожему мнению, не обязательно какой-то большой живот. Если мы говорим про строенный тип фигуры яблока, то это значит, что чаще всего просто талия не обозначена, и она даже немного может сама по себе, без наличия лишнего веса, именно талия будто немного выпячивать за бедра. Вот такое строение фигуры. Ничего в этом такого нет, если мы правильно знаем, где завершать те или иные элементы. Также у яблока достаточно часто может быть, даже при отсутствии объемной груди, объем в верхней части рукава. Поэтому это же правило с расстоянием и расположением рукава футболки касается данного типа фигуры, потому что вот здесь объем может присутствовать. В данном случае, в отличие от предыдущего типа фигуры, то есть от песочных часов, что мы делаем? Мы вот эту длину топа чуть ниже перемещаем, потому что у нас в целом, у данного типа фигуры, я имею в виду, у яблока, обычно нет вопросов к бедрам, бедра достаточно узкие. Именно поэтому, кстати, на фоне этих узких бедер талия кажется шире. Бедра узкие, ноги очень стройные, достаточно длинные, там обычный акцент все типы фигуры яблока делают. Поэтому мы эту длину смещаем, чтобы отвести внимание от широкой части нашей талии. Соответственно, перемещаем ниже и сразу место, где заканчивается футболка, рубашка и так далее, это место достаточно узких бедр, что очень комплиментарно для нас. По шортам и мини-юбкам. Очень короткие? Очень можно. Действительно, где-то ладонь от района, причем ладонь не вот так, а вот так, ладонь от района тазобедренной косточки, это вот универсальное правило, супер короткое мини-юбки или платье по вашему желанию, и шорты там могут заканчиваться. Но в целом городские шорты я бы советовала опустить буквально на вот такую горизонтальную ладонь ниже, чтобы быть безопасной, в безопасной зоне для города, знаете, чтобы не было вот этих вот полупопных шорт. Но в целом очень короткие, объемные или облегающие шорты и юбки должны заканчиваться, или платья мини должны заканчиваться именно в этой части, чтобы правильно делить фигуру и пропорции фигуры данной, то есть нашего яблока. И дальше у нас есть 7,8, и 7,8 можно тоже поднимать, и в том числе можно длину мидии чуть выше поднимать, и больше оставлять пространство после щит-колотки, ввиду особенности данного типа фигуры. Следующий тип фигуры это перевернутый треугольник. Особенности перевернутого треугольника кратко напоминают, это более широкие плечи, более объемные руки, чаще всего достаточно на пропорциях более узкая талия, но не очень сама по себе выраженная, просто по сравнению с вот этими объемными плечами она сужается, и дальше очень узкие бедра, стройные ноги. Тоже обычно все вот данные типы фигур делают акцент на ногах, на бедрах и так далее. Мы не исключение, но у нас есть несколько моментов. За счет того, что плечи достаточно объемные, и если у нас есть какое-то наличие лишнего веса в районе, вверху, а если у нас там есть лишний вес, то руки однозначно сразу начинают, к сожалению, простите за выражение, расплываться. Просто такая особенность фигуры распределения жирового объема на теле. Соответственно, мы опускаем сам рукав в футболке или короткой рубашке, точнее, короткорукавной рубашке чуть ниже, даже чуть ниже, чем у предыдущих двух типов фигур, потому что плечи достаточно объемные, а нам акцент все-таки нужно свести чуть ниже. Поэтому там мы рукав опускаем чуть ниже. Следующая наша особенность у нас – это длина топа. И длину топа мы поднимаем. Нам желательно немного укоротить визуально вверх и немного обратить внимание и удлинить вниз, и таким образом сместить акценты. Поэтому, если, например, у предыдущего типа фигуры, у яблока, у нас чуть ниже находилось окончание топа, рубашки, всего чего угодно, то здесь мы его поднимаем, и оно где-то на горизонтальное положение ладони выше тазобедренной косточки. Но это мы не говорим про вещи оверсайз. Оверсайз можно чуть ниже опускать. Дальше юбки мини, шорты мини – точно такое же правило, как и для яблок. И длина 7-8 точно такая же, как и для яблок, чуть выше, чем у предыдущего, чем у первого типа фигуры песочные часы. Дальше у нас есть груша. Груша – особенность более узкие плечи с грудной клеткой и более широкие бедра. Если посмотреть по району плечей, провести прямую линию, у нас все равно появится приблизительно прямая линия по отношению к бедрам. Но если мы посмотрим на объем самой грудной клетки и от нее, от окончания проведем прямую линию, троп бедра будут очень явно за нее выходить. И это типичный показатель типа фигуры. Груша, плюс у нас более узкая талия. Вес, если появляется, распределяется в нижней части. И от этого мы и пляшем. Рукав, футболки поднимаем выше. Обычно верх очень сухой у данного чистого типа фигуры. И я напоминаю, что если у вас есть некая особенность, которая совпадает с этим, не обязательно, что у вас такой же тип фигуры, но у вас, допустим, очень сухой такой жилистый верх, рукав тоже можно поднимать выше. Рукав футболки, рукав короткорукавные рубашки и так далее. Майки спокойно носим вообще без вопросов. Дальше у нас длина любого топа чуть выше именно начала самой тазобедренной косточки. Ни в коем случае не заканчиваем рубашку, футболку, майку, не оверсайз, в районе самой широкой части бедер, то есть середины ягодиц. Иначе вы визуально очень сильно увеличите фигуру и измените пропорции фигуры не в лучшую сторону. Дальше, если мы говорим про длину мини, мы ее пускаем ниже предыдущих типов фигур, потому что бедра достаточно объемные, и в верхней части бедра у нас все равно наблюдается объем. Поэтому нам нужно от него уйти и сместить акцент для юбок мини, для шорт и так далее. И у нас есть длина 7 восьмых. Сильно высоко мы ее не поднимаем, потому что если мы сильно высоко ее поднимем, а у данного типа фигуры еще достаточно часто наблюдается более короткие ноги, более глибное туловище, мы визуально ноги укоротим. Предыдущим типам фигуры, двум особенно, не страшно, груши страшно, поэтому мы буквально на горизонтальную ладонь выше щиколотки ставим, это длину 7 восьмых и длину мидии, юбки, платья, шорты, юбки, платья, брюки, джинсы. Так ее и составляем. И последний наш тип фигуры на сегодня это прямоугольник. Я, кстати, являюсь представителем типов фигуры в основном прямоугольник. Поэтому тоже можете смотреть, если что, вдохновляться и обращать внимание на образы, которые я надеваю и как их сочетаю. Так вот, если мы говорим про прямоугольник, сухожилистый такой, совершенно сухой, без лишнего веса, то там правила действуют практически такой же, как в предыдущих форматах, только мы чуть-чуть выше поднимаем этот рукав, потому что обычно лишний вес не скапливается в районе верхней части руки. То есть рукав может находиться где-то на горизонтальной ладони после плеча. Если мы говорим про накопление хоть какого-то лишнего веса, а особенность прямоугольника таковая, что если он поправляется, он везде поправляется. То есть и щечки больше становятся, и шеи больше, и плечи больше, и талии больше, и ноги. То есть он менее заметно поправляется, но очень равномерно. Соответственно, руки тоже начинают поправляться, тогда мы эту длину рукава опускаем. Дальше у нас есть такая особенность, как длина топов, и за счет того, что особенность прямоугольника у нас все достаточно ровненькая, это не значит, что вообще нет талии. Она обычно есть, но не настолько, например, явная по перепаду, как тип фигуры песочной часы или как груша. Так вот, в данном случае длина топа, это как раз даже чуть ниже можно оставить тазобедренные косточки, потому что у нас нету там серьезного перепада и очень широких бедер, на которые можно опасаться сделать акцент. Дальше длина мини у нас, это где-то горизонтальная ладонь после самой широкой части ягодиц. Вот так вот поставили, самая широкая часть ягодиц, горизонтальная, точнее, боже мой, вертикальная ладонь. И там заканчиваем наши шорты городские, заканчиваем наши юбки и платья мини. Можно чуть ниже, выше не стоит. И длина 7 восьмых, она у нас где-то на вертикальную ладонь от щиколотки. На вашу личную вертикальную ладонь, ваша ладонь, кстати, является прекрасным мерилом вообще любых размещений вещей на теле. Вы можете очень спокойно отмерять ладони в различные расстояния для брюк, для юбок и так далее. Итак, вот 7 восьмых, вертикальная ладонь от щиколотки, потому что у прямоугольника обычно за счет отсутствия перепада, даже если ноги не очень длинные, отсутствие перепадов вот этих вот в фигуре дает ощущение, что ноги все равно длиннее, чем, например, даже если они такие же по длине, чем у груши, потому что у груши этот перепад есть, соответственно, некая горизонтальная линия проводится и акцент смещается. Так что здесь мы можем чуть выше поднять 7 восьмых на вертикаль от нашей щиколотки. Вот так выглядит идеальная длина для каждой из этих типов чистых фигур. Это значит, что если у вас есть некие особенности, которые не совпадают с данным типом фигуры, мы просто смотрим и отмечаем себе, ага, у нас не типично более широкие бедра, это типа фигуры прямоугольник, или у меня не очень большой перепад, при том, что я все равно немного груша, например, у меня не очень большой перепад. Сразу это корректируем, сразу учитываем то, что я говорила, и не боимся экспериментировать. Желательно, если вы надеваете те или иные вещи, чтобы вы себя объективно оценили, лучше себя сфотографировать или снять на видео, потому что мы на себя даже в зеркало смотрим через призму своего сознания. Мы себя воспринимаем не очень адекватно и очень часто не очень адекватно в негативную сторону. Поэтому желательно либо воспользоваться услугами стилиста, либо в том числе слушать мои рекомендации и фотографировать себя, чтобы смотреть, как та или иная вещь, длина юбки, шорты и так далее смотрится лично на вас. Я напоминаю, что у нас продолжается регистрация на вебинар под названием «Осенний шопинг-гид». Все детали по ссылке под этим видео он уже будет 31 июля, что супер скоро, в 19.00 по Киеву. Запись этого вебинара всем участникам предоставляется. Мы в нем с вами обсудим и тренды этого сезона, и тренды, на которые не стоит обращать внимание. И с вами поговорим о 20, я покажу вам 20 уникальных и завершенных абсолютно беспроигрышных комбинаций вещей на этот сезон, чтобы вы просто знали, что с чем, в каком формате актуальное сочетается и могли это носить, найти в своем гардеробе или покупать. Дальше у нас есть отдельный раздел, в котором мы обсуждаем базовый гардероб на эту осень. И всем участникам вебинара предоставляется бесплатный бонус. Это скачиваемый шопинг-гид со всеми вещами из разных ценовых сегментов, упомянутыми в самом вебинаре. Так что кликайте по ссылке под этим видео, регистрируйтесь на последние места. На сегодня это все, а вам классного, крутого, замечательного, волшебного дня.